Тема занятия «Изготовление одежды по индивидуальным заказам с примерками». Занятие проводит преподаватель специальных дисциплин высшей категории Колледжа лёгкой промышленности и сервиса города Шенкента Валита Валерия Маратовна. Данная тема входит в профессиональный модуль рабочей учебной программы технологии швейного производства по пошиву изделий по индивидуальным заказам, и предназначена для студентов швейных профессий. Далее поговорим об особенностях изготовления одежды с примерками. Основное назначение примерок – достичь соответствия формы изделия в фигуре заказчика, удовлетворить его запросы и точно выполнить модель изделия. Цель примерки – получить изделие хорошей посадкой. Изделия могут изготавливаться с одной или двумя примерками. Выполнение двух примеров предусматривается при изготовлении более сложных моделей изделий или на фигуры с рисковыраженными отклонениями от типового телосложения, а также в небольшом опыте закройщика. После выполнения раскроя детали кроя изделия передаются портному. Закройщик проводит инструктаж. Степень готовности изделия к примерке зависит от сложности модели и фигуры заказчика. В рамках сегодняшнего занятия мы рассмотрим процесс подготовки и проведения примерки женского платья и юбки. Для изделий верхней одежды вы можете использовать материал электронных учебников, указанных на последнем слайде. Подготовку женского платья к примерке выполняют в следующей последовательности. Сначала необходимо проверить детали кроя, перенести меловые линии с одной парной детали на другую. Затем нужно проложить нитки по средней линии спинки, если спинка не разрезная, а также по линиям полузаноса полочек отметить начало первой петли. На спинке и полочке сметывают и заметывают выточки, рельефы, другие фасонные линии. Перед сметыванием рекомендуется сколоть детали булавками. Затем сметывают и заметывают плечевые и боковые срезы изделия. Если изделие отрезное по линии талии, в деталях юбки сметывают и заметывают боковые срезы. Сметывают лифт с юбкой по линии талии. Затем заготавливают рукав. Сметывают срезы рукава. Для образования посадки по окату прокладывают две строчки. Образуют посадку, вметывают или прикалывают правый рукав к пройме. Оба рукава, правый и левый, вметывают в том случае, если покрой рукава реглан и фигура заказчика имеют значительное отклонение правой и левой стороны. Низ изделия заметывают, прикрепляют плечевые накладки и на правую полочку прикрепляют паспорт заказа. Изделие вешают на вешалку. Первая примерка женского платья проводится в следующей последовательности. Необходимо надеть изделие на заказчицу, сколоть застежку, совмещая линии полузаноса. Затем необходимо выполнить внешний осмотр изделий на фигуре. Обратить внимание на силуэтную форму. Ранее мы говорили, что закройщик должен обладать хорошим глазомером, эстетическим чутьем. Поэтому именно на этом этапе необходимо внимательно определить, и если необходимо, подкорректировать пропорции изделия, длину и их соответствие фигуре заказчика. Баланс изделия проверяют по положению средних линий переда и спинки относительно центра фигуры, а также по положению плечевых и боковых швов. Затем необходимо проверить прилегание по линии горловины, плечевым швам, линии груди, талии и беда. Уточнить ширину изделия. Отметить мелом форму и глубину выреза горловины. Уточнить длину, ширину рукава и расположение его в пройме. Проверить положение линии талии. Уточнить длину изделия по всему нижнему краю от пола с помощью линейки. Важно! Задачей примерки добиться правильности силуэта, объема, пропорции, баланса изделия, правильной посадки изделия на фигуре. После этого этапа необходимо внимательно изучить дефекты одежды, используя цифровые ресурсы, которые представлены на последнем слайде. При проведении примерки одним из самых важных моментов является проверка баланса изделия. Что же такое баланс изделия? Баланс изделия – это уравновешенность всех частей изделия, надетого на фигуру. То есть правильное расположение плечевых и боковых швов, линии талии, линии груди и их полное соответствие фигуре заказчика. За баланс отвечают две мерки – длина переда до талии – ДТП и длина спинки до талии – ДТС. Их называют балансовыми мерками. Различают передний, задний, боковой и баланс, характеризующий разновидность сочетания опорной части детали с ее нижней частью. Если видны балансовые нарушения во время примерки, необходимо распороть боковые и плечевые швы, переколоть их, добиваясь правильного их расположения. После проведения примерки изделия распарывают, переносят изменения на партные детали и выполняют подрезку. На предыдущем слайде даны условные обозначения, которыми пользуется закройщик при проведении примерки. Подготовку изделия ко второй примерке и ее проведению выполняют аналогично первой. Для закрепления темы занятия я предлагаю вам выполнить несколько заданий. Однако прежде чем приступить к их выполнению, необходимо изучить дефекты плечевой и поясной одежды, а также дефекты рукава. Причины возникновения дефектов могут быть разными. Для выполнения заданий нужно внимательно посмотреть на рисунки, найти дефекты, определить причины их возникновения и способы устранения, заполнить таблицу. В первом задании предлагается поработать с дефектами в верхней части изделия, в области горловины, груди и плеча. Первый дефект – плохое прилегание изделия в области проймы полочки. Возможные причины возникновения. Недостаток раствора нагрудной выточки – излишки полочки в верхней части. Как можно устранить данный дефект? Переколоть нагрудную выточку, увеличить ее раствор, переколоть плечевой шов, убрав излишки в верхней части плечевой шов. С остальными дефектами поработайте самостоятельно. Дефект в области плеча – плечевой шов отстает в конце. Дефект в области горловины. Косые складки в области горловины. Вырез горловины тянется вверх. В следующем задании необходимо поработать с балансовыми нарушениями. Борта полочек внизу расходятся, либо излишни заходят друг на друга. Боковые швы ушли вперед или назад. Плечевые швы смещены в сторону спинки или полочки. Излишек или недостаток – ткани в области спины. При выполнении данного задания мы поговорим о дефектах посадки вточного рукава. Свободные горизонтальные складки в верхней части говорят о том, что высота оката слишком велика для данной проймы. Необходимо в верхней части выполнить подрезку, тем самым уменьшив высоту оката рукава в соответствии с проймой и стильом. Вертикальные тянущие складки в верхней части оката рукава говорят о том, что высота оката слишком мала для данной проймы. Необходимо выполнить подрезку в нижней части оката рукава, тем самым увеличивая высоту оката рукава в соответствии с проймой изделия. Очень важным является правильное расположение рукава в пройме. Если рукав ушел вперед или назад, рукав выпарывают из проймы, располагают его таким образом, чтобы он падал отвесно, распределяют посадку, вкалывают пройму и проверяют его правильное расположение. Подготовку женской юбки к примерке выполняют в следующей последовательности. Детали кроя проверяют и переносят меловые линии с одной парной детали или с одной стороны изделия на другую. Сметывают и заметывают выточки, рельефные швы, складки, кокетки. Сметывают и заметывают боковые швы. Заметывают низ юбки. И обязательно приметывают к верхнему срезу юбки пояс или корсажную тесьму. Проверяют качество сметанного изделия. Примерку женской юбки проводят аналогично женскому платью. Особое внимание обращают на баланс изделия. Если баланс изделия нарушен, то распарывают боковые швы и перекалывают, добиваясь их правильного расположения. В следующем задании мы поработаем с дефектами посадки женской юбки. Наличие или отсутствие баланса юбки определяется положением боковых швов, а также расположением заднего и переднего полотнища на фигуре. Например, боковые швы направлены либо вперед, либо назад. Юбка прилегает к боковой поверхности ног, а в средней части вздернута. Напряженные горизонтальные складки на уровне бедер, либо слабина на участке бедер по боковому шву. Наше занятие подходит к концу, и я предлагаю вам ответить на следующие вопросы. Какие факторы влияют на количество примеров при изготовлении изделий по индивидуальным заказам? Какие операции включает в себя подготовка изделия к первой примерке? В какой последовательности проводят примерку? По каким признакам закройщик определяет балансовые нарушения в изделии? Весь материал по данной теме вы можете найти в дополнительных цифровых ресурсах на сайте college.smart.nation.kz.кладка.библиотека. Я надеюсь, что сегодняшнее занятие окажется вам полезным во своей профессии портного и закройщика. Желаю вам успехов! Спасибо за внимание! Продолжение следует...